приветствую людей которые только начинают снимать свои видео селфи или готовится начать вести прямые эфиры часто волнует такой вопрос с чего нужно начинать свою речь чем заканчивать как не забыть ничего в середине и как уложиться в отведенное количество времени которое заявлено вот именно поэтому я сегодня хочу провести на эту тему прямой эфир и вот как бы я его назвала как скомпоновать свою речь научиться держать время то есть соблюдать регламент но и как ничего не забыть меня зовут елена литвиненко я тренер по ораторскому мастерству и вот уже последние полтора года как я веду прямые эфиры сначала я начинала в youtube теперь я уже уверилась в том что на фейсбук вести эфиры интереснее и эффективнее и поэтому я решила создать некоторый цикл таких вот прямых эфиров о том что может понадобиться человеку когда он самостоятельно снимает свои видео селфи или проводит прямые эфиры и это вторая часть нашего цикла которую я назвала я сценарист вы собственно говоря как составить скомпоновать речь сценарий построить сценарий того о чем вы собираетесь сказать о том как вы собираетесь провести свой прямой эфир или создать свои свое видео обращение и естественно что первое о чем хочется сказать с чего же начать и мы прямо таки с вами сразу переходим композиции публичного выступления потому что снимаем ли мы видео на камер и выходим ли мы в прямой эфир это не важно в любом случае выступаем ли мы перед живой аудиторией это публичное выступление разница в чем в том что мы или видим зрителя или просто внимательно смотрим в глазок в объектив видеокамер однако композиция речи она принципе остается неизменной и те кто знают эту простую и достаточно известную формулу композиции речи те всегда свою речь строят ну правильно она как бы более эффективно она лучше доходит до слушателя-зрителя и человек она был более структурированный человек выносит из этой речи большее количество полезной информации заключается это композиция трех частях она заключается в трех частях из них первое вступительное примерно там 10-15 процентов это собственно говоря вступление в котором мы говорим о том что мы собираемся рассказать собственно говоря буквально предыдущие пять минут я об этом и говорила вторая часть она самая длинная в общем-то самая длительная она занимает примерно там 75 примерно 80 процентов от всей речи и вы там детально рассказываете достаточно подробно раскрываете ту тему которую заявили ну и последняя часть это заключительная часть которой нужно как бы подвести итоги того о чем вы говорили и после этого можно сделать какой-то призыв к действию либо анонсировать какое-то свое следующее мероприятие и собственно говоря давайте приступим что же важнее в самом начале сказать представиться или или правильно совершенно верно вы догадались важнее сказать тему потому что сейчас в основном люди снимают видеообращение для социальных сетей социальные сети это такое пространство в котором нужно захватить внимание зрителя слушателя буквально в первые пять и максимум 10 секунд а иногда даже за три секунды надо ложиться поэтому самое главное человек должен понять о чем вы собираетесь говорить и естественно что заявленная тема его либо заинтересовала и он остановился и ваше зави ваше видео ваше выступление смотрит дальше либо он пролистнул это и решил так это мне пока не надо либо это меня пока не интересует а если вы в самом начале начнете представляться как говорится чин по чину все свои регалии называть то человек может потерять к этому интерес ну да вы такой хороший что дальше ему нужно знать для чего вы собственно говорите о себе так много если это много по большому счету если у вас короткое выступление ну я думаю что это не вебинар на вебинаре можно о себе как бы я историю рассказать довольно длинную а если это небольшое выступление в прямом эфире и на видео сэлфи то о себе можно сказать очень коротко ну примерно так как я себе сказал потому что видео для социальных сетей оно такое если человек захочет узнать кто вы такой все очень просто нажал на ссылочку перешел и все до поток на узнал все узнал все подноводную все что вы выложили про себя он тут же буквально в течение пяти минут может узнать и так начали на свою речь давайте пойдем дальше и так с чего начать нашу речь мы с вами мы с вами уже поняли простую схему какая у вас которая должна быть да я думаю что вы уже поняли она должна быть трехчастная и теперь давайте все таки перейдем к тому как же нам готовиться к своему выступлению чтобы в общем то ничего по ходу дела не забыть и тут я хочу вас познакомить с тремя способами и тремя ступенями того каким на какой ступени можно находиться в общем чувствовать себя и либо извне получать какие-то какую-то обратную связь и примерно так представлять себе на какой ступени ораторского мастерства вы находитесь зависимости от этого как бы я думаю что у вас будет различный подход к тому как готовится самые начинающие да ну там может быть давайте по десяти бальной примерно шкале первые три ступени кто-то может быть совсем буквально там один раз выступал и это было может быть негативное какие-то негативные вызывают эмоции да это первое выступление кто-то может быть уже там уже начинающий но все-таки уже там пару раз выступал и как-то может быть уже и вошел во вкус но хочется лучше лучше да а вторая ступень соответственно это люди которые уже многократно выступали и тем не менее они еще не чувствуют себя такими асами они может быть или выступали на небольшую аудиторию но уже много раз вот и третья ступень это ас это мэтры как говорится всеми признанные достаточно известные и те на которых можно равняться так вот опытные ораторы которые на третьей ступени развития стоят да они зачастую как готовятся к своим выступлениям они находят какой-то материал по теме потом весь этот материал корпорируют и после этого собственно говоря бывает что даже ничего не записывают либо просто составляют план по которому они будут выступать на эту тему то есть продумали идет такая большая усиленная ментальная работа и в то же время практически ничего не записывают ну или может быть какой-то довольно таки небольшой план те люди которые находятся на втором на второй ступени до выступали часто много но в общем то еще а сами назвать нельзя я себя лично ставлю на вторую ступень что в таких что с такими людьми обычно происходит когда они нашли какую-то информацию которую они хотят с которой они хотят выступить да то ли на камеру выступает или прямом эфире то ли на большой аудиторию правило они пишут план тоже составляют этот план но я бы хотела сказать что тут про этих людей я вам чуть-чуть еще дальше расскажу и чаще всего что они репетируют свою речь может быть не полностью но хотя бы частично они как минимум продумывают а чаще всего и проговаривают то что они хотели бы сказать ну и те кто находится на первой ступени соответственно чаще всего эти люди пишут полностью свою речь и вы знаете я вам рекомендую если вы находитесь только на первой ступени там скажем так на первых трех ступенечка на первых под под уровнях вот лучше всего если вы начнете с того чтобы полностью будете писать свою речь может начните с малых форм сначала пропишите себе речь которая будет длиться одну и полторы минуты ну максимум две вот такое небольшое видео обращение и когда вы его запишите и когда вы начнете его вычитывать вы поймете что это совсем не такая уж простая работа такую даже маленькую речь полностью написать и уверена что у вас там будет огромное количество права что потом делать потом ее желательно опять же разделить на смысловые фрагменты составить соответственно опять же план многократно прочитать а потом попытаться по репетировать по этому плану свою речь воспроизвести помните по памяти я думаю что если порепетировать при наличии плана и еще одной важной вещи которая сейчас расскажу вы скорее всего ничего не забудете и примерно там может быть у кого-то с третьего раза у кого-то с десятого раза но получится вполне прилично нет смысла свою первую речь шлифовать так чтобы вы были довольны на сто процентов нет отшлифуйте ее так чтобы вы примерно были могли поставить себе оценку удовлетворительно или хорошо ну почти хорошо да вот и начинайте пробуйте практиковать пробуйте записывать свое видео анализируйте показывайте другим людям пусть они дают вам обратную связь это дорогого стоит и потом соответственно последующие свои речи вы сможете учитывая все эти замечания проанализировав соответственно составлять быстрее лучше и говорите готовить их за за меньший период времени какая же это такая еще деталь о которой я обмолвилась ну давайте мы скажем так у меня часто спрашивают а если все таки я что-то там по дороге забыл ну вот просто вылетела из головы забыл и все как в такой ситуации быть и тут я всегда вспоминаю мультик про мадагаскар помните там были замечательные пингвины которые говорили улыбаемся и машем ну может быть махать и не надо но улыбаться мило улыбнуться задуматься есть смысл а задумавшись начинать дальше говорить с того места с которого помните ну если уж совсем дальше ничего не помните то попробуйте то что вы только что сказали сказать другими словами и как бы немножечко углубить и расширить свою речь ну а потом перейти к завершающему фрагменту ну вот это как бы такие полочка-выручалочка скажем так для такого случая но очень вам может помочь такая штука как тезисы тезисы это не совсем план это гораздо более с большим количеством пунктов много подпунктов более того в тезисы можно вписать например какую-то иностранную фамилию которую вы хотите упомянуть либо какую-то дату а у вас не очень хорошая память на цифры как у меня к примеру вот цифры всегда в тезисы вношу ну и само собой что в этих тезисах можно более детально прописать все пункты вашего плана причем я всегда рекомендую писать тезисы знаете как с большим расстоянием друг от друга для того чтобы вы и покрупнее если это у вас будет планшет или телефон к примеру то оставляйте расстояние между своими тезисами чтобы вы долго мелко там не искали и и не крутили что называется эту ленту если у вас просто записано это в блокноте опять же оставьте место или если распечатано на листочке а4 чтобы вы одного взгляда вам хватило для того чтобы увидеть а вот он был предыдущий тезис вот он мой следующий тезис отлично вот об этом и говорим так что тезисы это отличный инструмент для любого оратор хоть начинающего хоть стоящего на второй ступени хоть даже самого самого известного асо частенько люди которые делают какие-то свои презентации своей речи произносят с медиапроекторами и со слайдами для них часто бывает следующий слайд это уже как бы определенный тезис как бы подсказка того о чем говорить дальше ну и все-таки как же уложиться во время по поводу тезисов еще что-то хотела сказать такое интересное ладно скажу следующий раз так вот как же уложиться во время за времени нужно следить ну вот если вы заметили у меня тут не тезис у меня тут включены большими цифрами часы и естественно что переходя от одного тезиса к другому если у вас это планшет или телефон вы можете посмотреть на время для того чтобы уложиться в отведенный запланированный вами отрезок времени поначалу очень сложно укладывать свои там пять шесть сколько-то пунктов которые вы запланировали в определенное время как потренироваться просто когда вы пишете свою речь вы потом ее прочтите засекая время но учтите что когда вы читаете вы не делаете паузы тех которые мы привыкли делать в жизни ведь мы же иногда задумываемся о том что мы хотим сказать мы можем забыть какое-то слово и подыскивать какой-нибудь синоним к этому слову то есть то что звучащая речь с тезисами да живая наша речь она все-таки будет длиться у вас дольше чем то что вы прочли с листа вы не задумываетесь там вы особых пауз не делаете и потом старайтесь свою речь говорить немножечко нас воодушевление то есть чтобы это был достаточно хороший темпорит вот об этом мы пожалуй с вами поговорим в большей степени в нашем следующий в следующей серии цикла там где мы будем говорить я актер о том какие приемы важно знать применять когда ты на месте актера так вот как раз вот об этом внутреннем состоянии которое вам даст возможность держать хороший темп и не вылезать за рамки отведенного времени вот мы с вами об этом обязательно поговорим ну и естественно что следующий раз у многих большая проблема это вот волнение такое предстартовое волнение во время произнесение публичной речи то есть видео сэлфи на камеру или прямого эфира и умение владеть своим внутренним состоянием чтобы чувствовать себя достаточно свободно и при этом все таки быть в тонусе ну в общем в общем как то так я думаю что я вам основном в основном все пункты которые хотела изложила и думает что я вполне уложилась по времени кроме того как вы заметили я вам анонсировала нашу следующую серию на этом давайте подведем итоги о чем же мы с вами говорили о том каким образом готовится писать или не писать или готовить тезисы или продумывать ментально каким образом научиться укладываться в отведенное время ну и соответственно с чего мы начали с композиции речи да когда представляться когда заявлять тему и каких пораз какая по размерам должна быть примерно каждая часть вот в общем то то о чем я хотела вам сегодня рассказать до встречи в эфире с вами была елена литвиненко о чем вы видите в общем то что вы видите